Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы будем говорить о любви. Причем любви разнообразной. И мужчины к женщине, и о любви к детям, ну и еще там всяких разных типах любви мы поговорим. Начнем с того, что некий Паблито Руиз, певец и актер из Аргентины, бывший партнер аргентинского манекенчика Рамира, рассказал очень интересную историю. Рассказал он это на одном из чилийских ток-шоу, и, в общем, о чем там он поведал. Оказывается, когда-то Пабло Руиз и его друг Рамира познакомились с Луисом Мигель. Ну и вот. И Рамиру произвел такое сильное впечатление на солнце Мексики, что тот пригласил его встретиться вечерком на яхте. Рамиру согласился, но встреча не состоялась. Самое интересное, что причина, по которой она не состоялась, была звучно забавна. Дело в том, что Луис Ми поспешил в солярий, чтобы, значит, придать своей коже бронзовый оттенок и предстать перед аргентинцем в лучшем виде, но переборщил и сгорел. Ну вот, видимо, сгорел так сильно, что пришлось ему срочно ехать в больницу вместо свидания. Ну вот, с тех пор, видимо, он и пользуется автозагаром, который иногда и слезает от пота. Был недавно такой эпизод, когда автозагар просто слез в процессе. Ну, что можно сказать по этому поводу? Вот репутация бабника Луиса Мигеля, конечно, дала трещину. Вот тебе и бабник, да? Мухериго, как говорят по-испански. Ой, тебе бабушка и юркни в дверь. Вообще, до чего болтливые мужики нынче пошли? Ну, никакого, почти не к национальному достоянию. Кстати, о национальном достоянии. Да подлинно известно, что Фернандо Колонго и Бланка Сотто действительно живут вместе. Вся телевиза бурлит от возбуждения. Ну, что тут сказать? Очень многие рады искренне, что Фернандо, наконец, нашел женщину, с которой ему действительно хорошо. Пара по-настоящему красивая и будет очень здорово, если они еще и детьми заведутся. Тем более, что Фернандо сам говорил, что детей он очень хочет. Ну, вот и флаг ему в руки. Кстати, о детях. Ларина Рохас показала свою дочку публике. Ну, не то, что, так сказать, она ее показала там полностью, да? Она показала ее в пижамку. И тапочкой написала. Самая красивая женщина в пижаме. Ну, вы сами знаете, что в первые дни жизни ребенка обычно даже не фотографируют. Ну, во всяком случае, считается не очень хорошей приметой. Дочку она назвала Лусяной. И вообще абсолютно счастлива. Говорит, что это самые лучшие дни в ее жизни. Конечно, тяжело немного, но радости столько, что все кажется просто какой-то волшебной сказкой. Ну, что замечательно. Желаем Ларине и дальше радоваться материнству и получать от этого удовольствие. Ну, вот. А теперь о делах давно минувших дней. Вероника Кастро назвала имя женщины, из-за которой распались ее отношения с Амаром Фьер. Пока Веро работала в поте лица, Амар встречался с актрисой Алисей Энсинец. Ну, само собой, что Вероника решила, что не надо ей таких мужиков. И парочка рассталась. Вот и не знаешь, что лучше – оставаться в невидении или открыть глаза пошире на суровую правду. А потом сделать далеко идущие выводы. Ну, вот. Вероника решила, что сладкая ложь – это не для нее. Примерно в таком же положении оказался и венесуэльский актер и певец Гильермо Давила. И оказывается, в 2000 году он познакомился в Перу, где он снимался в новелле «Лас Уэнни», по-моему, это называлось. Он познакомился с женщиной по имени Джессика Мадуэйни. Так вот, якобы Джессика родила от него сын. Мальчику сейчас 12 лет. И Джессика требует, во-первых, алиментов, а во-вторых, она требует теста ДНК. Почему она это делает? Потому что, когда она первый раз сказала Гильермо о беременности, он, в общем, ей не поверил. А, да. Так вот, Гильермо сейчас решил лететь в Лиму сам и выяснить все, так сказать, доподлинно. Ну что, вот заодно с сыном и встретиться. Сама Джессика рассказывает, что, когда она Гильермо о беременности своей поведала, то он отреагировал как-то очень странновато. Зря она так думает, ничего не странного. Нормально он отреагировал, то есть он потерял дар речи просто. Она этого, в общем, не ожидала и попросила его дать ответ, когда дар речи он все-таки вернет. Но я дождалась. Гильермо поступил как настоящий отец-подлец. Типа ребенок не его, и он знать не знает, от кого он может быть. Ну и с тех пор их отношения свелись к очень редким обменам имейлами, а вот сын отца не видел ни разу. Ну что, у Гильермо есть прекрасная возможность познакомиться с этим симпатичным парнишкой, парнишкой, который, кстати, очень нехорошо играет на гитаре. Интересно, в кого бы это такие таланты. Пошли слухи о расставании Дженнифер Лопес и Каспера с Мартом. Якобы Джилло разлюбила молодого любовника и решила его оставить. Ну что, слухи были такими сильными, что Смарт публично их опроверг и заявил, что их любовь сильна как никогда. Ну посмотрим. Дело в том, что предстоящий развод с Марком Энтони Джилло тоже из последних сил отрицало, а воно как оно вышло. Развелись? Ну вот здесь может быть точно так же, потому что когда такие слухи начинают курсировать, значит, под ними есть кое-какие основания. Вот последняя новость на сегодня тоже из этой же серии. Про расставание Марленя Павелла и Гая Дэвидзяна. Близкая подруга мексиканской красавицы поделилась с прессой, что все, прошла любовь. Якобы их отношения сгубили расстояние. Она в Майами работает, он и в Мехико пытается найти работу. Вот мне было просто интересно, а что же в Майами не приехать и тут работу не поискать? Странно, правда? Ну, найдет, конечно, он работу или еще какую-нибудь даму лет на 10 постарше непременно. Потому что у парня узкая специализация на домах солидных и с деньгами. А Марленя может поискать парня поприличнее во всех смыслах этого слова. Ну что, пока что Марленя вся в работе, ей не до переживаний, у нее куча всяких проектов впереди. Некогда, короче, особо расстраиваться. Кстати, еще один человек здесь очень здорово выиграл. Маргарита Муниус, которая должна Марлене большое человеческие спасибо сказать. Только благодаря тому, что Фавела клюнула названного израильтянина Марго сейчас счастлива в браке с Мишелем Брауном. Ну, вот и все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok